всем привет привет у меня начались заготовочки вернее они уже давно начались но они продолжают сегодня я буду делать борщевую заправку нашу любимую уже помидорки приготовила сейчас все остальное буду делать что я делаю сейчас у меня здесь чеснок я выдавила подготовила я буду в ванночке вот такие закатывать жареные перцы на зиму это не лечо это именно перцы буду делать вот из такого сорта это колобок ну и подойдут еще такие гагашары тоже они должны быть маленькие и очень сладкий колобок он чем славится тем что не очень толстые стенки он безумно сладкий перцем как мы обжариваем затем укладываем в баночку чесноком и заливаем и вот это вот закусочка она просто обалденная на зиму мы просто подобное что-то ели в греции и вот после этого я стала готовить эти рецепты просто очень вкусно зимой отварили картошечку или просто кусочек мясо рыбки пожарили такие вот пару перчиков они прям целиком так банки будут достали вот вам и горлит очень вкусно вообще невероятно вкусно эти перцы у меня выросли в этом году две дырочки не знаю кто пожрал эти два конечно же не пойдут я их использую борщевую порезу а вот эти все цебухники и красивенькие вот так что готовьте вкусняшки обязательно попробуйте если кому-то нужен рецепт опять-таки в комментариях пишите я потом спустя какое-то время под видео подпишу вам рецепт если конечно вам нужно я уже раскладываю перчики по банкам смотрите я вот так немножко протыкаю каждую перчинку и кладу ее в баночку чтобы воздух выходил и тогда они получается их входит очень много сюда горячо вот видите как и пока я буду зажарить следующую партию перцев вот эта часть осядет и мы еще туда немножечко подложим вот такая красота у меня получилось из перчиков три баночки а вот эти два не вместились но я их смазала чесночком сейчас так съедим с рыбкой нас рыбка сегодня жареная будет вот так что обязательно попробуйте безумно вкусный рецепт получается как вот перцы на гриле всем доброе доброе утро вот с такой красоты начинается мой день любите гжель так же как люблю ее я я обожаю просто гжель у меня вот скатерть гжель на васильке заказывала сегодня кстати покажу вам свои очень классные опять покупки на этом сайте обожаю вот действительно любимый василек как они сейчас переименовались я очень люблю многие ерничают что мы не верим алена что вы носите эти вещи наряду с вашими различными брендами крутыми и дорогими да девочки очень люблю ношу с удовольствием все эти домашние костюмчики пижамки это прям у них очень хорошего все качество скатерть вот эту я у них заказывала просто обожаю ее это вот такой лен рогожка у меня несколько таких скатерть есть еще хохлома есть маки и это просто самое то что нужно для дачи такое невероятно крутое качество я вам даже секрет открою мы вот этими скатертями пользуемся не совсем даже по назначению но вернее как бы по назначению и не только вот у меня например два шезлонга я не люблю загорать на них потому что это синтетика и я вот на такие большие прищепки сюда цепляю вот эти вот скатерти они огромного размера больше чем стандартное полотенчика и мне очень нравится так загорать мы берем их на пляж на речку раскладываем стираются легко не линяют вообще вещи замечательные тут у меня мои астры высаживал я их феврале на рассаду такие шикарные цвета вот этот лососевый такой фуксия бордовый смотрите какие они красивые фиолетовый желтый сердцевины чисто белые я вот просто не могу на них налюбоваться почему же хороши и чего же красавицы и радует вплоть до заморозков так же как и петунии в принципе очень очень люблю все цветы кстати по поводу к жели я вам уже показывал вот эту чудесную чайную пару это мне подарили еще раз покажу вам видите здесь фамилия на каждом значит изделие фамилия кто это сделал вот эту тарелочку расписывал жуков это кжельский фарфоровый завод с 1818 года он работает функционирует вот кружечку уже расписывала на сорокина до сорокина и вот у меня еще такое пополнение мне подарили вот такой замечательный кувшин или графин как правильно не знаю это тоже кжельский фарфоровый завод чудесная вещь просто потрясающе сейчас я вам покажу поближе здесь уже роспись на белом традиционном фоне здесь роспись была на таком темно-синим и золотом и вот это у нас расписывала крисильникова видите тут даже голографический знак защиты от подделок стоит так что здесь написано кжельский фарфоровый завод видите какая красота я планирую сюда наливать компоты мы очень часто варим компоты с ягод с яблок сухофруктов вот можно просто воду сейчас накипячу воды пока компота нет и кипяченую водичку поставлю сюда вот такая вот красота у меня сейчас но сейчас я вам покажу то что я заказала в этот раз себе с василька и наверное еще что-нибудь сюда в это видео добавлю чтобы вам как-то разнообразить иди сюда покажи свою игрушку что у тебя это что такое ибо это рыба это мы купили такую вот удочку фикс прайс и маша с удовольствием прям рыбачит я в тазик наливаю воды она ловит рыбку такую но видите какая красота нравится тебе такая игрушка и классный девчонки всем огромный привет я очень рада видеть вас на своем канале сейчас мы с вами распакуем вот эту вот большую посылочку с моего любимого василька я знаю что вам такие видео очень интересно так что оставайтесь со мной и что в нем так эту штучку мы сюда выбрасываем а помоги вот это пожалуйста вот это снимем помоги вытащить пожалуйста вот это уже сняла одно сняла сейчас вот это быстренько так ой какие красивые тут штучки у нас обалдеть какая красота у нас тут смотри марусь чемодан значит это у нас из премиум коллекции бамбуковое одеяло конечно оформление просто бомбическое смотрите одеяло бамбук вот такая прямо фирма для одеяло бамбу используется наполнитель тенцель произведенный из древесины эвкалиптового дерева сейчас мы откроем посмотрим как он выглядит внутри ух ты какое красиво прям обалденная конечная одеялка посмотрите как она выполнена шикарная тут везде кант все прошито вот это сверху все натуральное хлопковое посмотрите на бирочку я заказала себе размер у меня это размер 2 на 220 и она конечно шикарный я сначала думала блин такой дорогой одеяло потом я решила все таки его заказать смотрите она очень легкая она не слишком толстая она безумно мягкая я не люблю когда одеяло вот так колом стоят мне нравится чтобы одеялки такие как бы обнимали вас со всех сторон но она конечно же шикарная посмотрите как она все простегано настолько качественный хлопок снаружи у нас как будто шелк видите как переливается одеяло великолепное сейчас хочу вам поближе сейчас показать это одеялка на момент съема вот этого отрывка мы уже пользуемся им и я однозначно довольна и могу вам советовать это одеяло к покупке она безумно приятная она мягкая дышащие под ним не потеешь она очень тепленькая и что самое важное поскольку у меня сын аллергик наполнитель этого одеяла содержит природный антисептик эвкалиптовое волокно соответственно здесь не заведется никакой пылевой клещ и для аллергиков это одеяло однозначно я советую к покупке следующее что я заказала это вот такое покрывало с натурального хлопка с красивейшим таким кружевом это уже второе которое я себе беру одним таким мы с марусей все лето укрывались и решили еще одно такое взять уже себе домой смотрите какое оно красиво по сути это как вафельное полотенчика только плотнее мы любим летом накрываться обычно махровыми такими простынями потому что под одеялом жарко но когда я попробовала вот это мы перестали пользоваться махровыми простынями и муж с сыном тоже сказали нам тоже такие закажите пожалуйста девушке вот поэтому еще одно такое уезжает домой моим пацанам и надо будет еще таких несколько заказать потому что очень крутая вещь это и покрывало и одеяло и все что хотите я взяла самый большой размер 3 на 220 и еще я купил нам две новые подушки я взяла нам две в такие подушки из гусиного пуха сто процентов натуральные материалы не вызывают аллергии всесезонная облегченная очень классная вещь сейчас распакуем я вам покажу и так подушку наполнитель пух гусиной и наперник из натурального хлопка есть как такой салатовый все сшито очень аккуратно вы качество здесь вообще нигде не прикопаетесь у меня подушка размером 50 на 68 но фактически 50 на 70 размер вот такая классная подушечка очень мягкая и вот такие размеры 50 на 70 мне нравится гораздо больше их можно под себя поднять как хотите на них спать так удобно домой мы любим такие подушечки очень классная сегодня же мы с тобой застелим и будем уже на них спать до ссылочку на интернет-магазин любимый василек я вам оставлю под видео обязательно проходите заказывайте я жду кстати еще одну посылку и там будут уже в основном вещи здесь у меня конечно такое я решила немножко обновить постельное белье потому что на даче очень много остается постельного и я так посмотрела в этот раз дома что-то мало у нас всего надо все заменить и по традиции давайте назову вам все цены одеяло премиум и глиоры бамбу и в швей стандарт размером 2 на 2 20 стоит 6572 рубля подушка марфа подушкина легкость с гусиным пухом 50 на 70 стоит каждая подушка 1758 рублей и покрывала хлопковая с кружевом белая стоит 2137 рублей у меня самого большого размера 3 на 220 как вы можете видеть эта посылка у меня была не из дешевых потому что я выбил выбирала такие позиции которые не могут дешево стоить это очень качественное одеяло и очень качественные подушки если для дачи я могла брать что-то попроще подешевле как бы и гостевую комнату и где-то там приехал на пару дней переночевать там как бы можно было что-то попроще домой я беру более качественные вещи и соответственно они стоят чуть подороже но они классные я очень довольна этим заказом ко мне едет еще один новый заказ с василька и там уже будут вещи всем желаю прекрасного и отличного настроения смотрите какой быстро красок дождь прошел они прямо упали красивые идет прям лежат упали красота этот очень интересный цвет акулососевый необычный а красиво получается сочетание где вот такие нежно-сиреневые астры вот с этими желтыми бархатцами вообще мне так нравится как они сочетаются между собой я сейчас начала собирать помидорки и хочу вам показать один сорт уже правда обобрала немножко такого эффекта не получится как я хотела но любом случае просто хочу показать вам какая урожайность вот этих кистей посмотрите я например такого еще никогда не видела чтобы на пусть поближе вас чтобы на одной ветке было такое количество томатов и это уже наполовину обобранный куст гигантский даже показывать такие грозди это сорт называется сумасшедшие вишни барни вот такие желтые черри и у них на каждой буквально на каждой кисти вот это полностью уже прощение я обобрала он вообще был огромный куст наверху точно так же все просто здесь они еще пока зелененький я зашла в тепличку хочу сейчас собрать урожай вот уже много смотрю красных поспела помидор сейчас буду все собирать